Я хочу вам сейчас показать, как правильно делать прикопку, потому что это очень важно. Значит, место в саду должно быть выбрано, которое не бывает без снега, где не выдувается снег, где достаточное количество снега, это раз. И второе условие, самое важное, чтобы там не скапливались сталые воды. То есть мы берем лопату, проводим вот такую линию и начинаем убирать отсюда землю. Вот таким образом просто мы отгребаем ее на глубину штыка. А земля должна быть здесь, вот должен быть угол, вот между вертикальной стенкой, где-то, ну, лучше всего 30 градусов. Ну, может быть, побольше, если будет побольше, это тоже не так страшно. Вот, значит, вот мы сделали с вами отгребли. После этого мы укладываем, лопату кладем на место, аккуратнейшим образом укладываем саженцы, укладываем саженцы. Вот, выкладываем их лучше всего. Ну, вот у нас три саженца, мы их выкладываем просто вот друг за другом. Вот таким образом, вот, поливаем немножко, потому что полив в этом деле очень важный, очень важный. Палили, ну вот, полили, обильно полили. И начинаем, значит, аккуратно присыпать корни землей. Земля должна быть мягкой, без комков. То есть присыпаем корни, вот, и не просто корни, а еще и часть стебля присыпаем. Земли не жалеете, даже присыпьте, можно на одну треть, значит, наполовину даже присыпать и сам стволик саженца. Значит, можно и можно и нужно хорошо уплотнить лопатой, вот, вот таким образом. Еще можно земли подсыпать, земли можно не жалеть, даже если есть опил, опилом сверху, потому что это у вас растение уходит на зимовку таким образом. Таким образом уходит на зимовку, вот. Оно должно хорошо перезимовать. После этого берем лейку, берем лейку и очень, очень обильно, очень обильно поливаем все, чтобы корни у нас находились все время, до самой весны, во влажной, хорошей среде. Может быть, это даже не одна лейка быть, воды не жалейте. Надо хорошо, хорошо пролить, чтобы вода дошла до корней. Еще можно притрусить землей, вот, и вот в таком состоянии растение у вас прекрасно перезимует. И вы весной, при наступлении солнечных дней, значит, посадите и получите к осени к следующей прекрасной уже укоренившейся, значит, растения, которые будут готовы дать вам хороший мощный урожай.